Стать телевизионным журналистом мечта многих, но вот решаются не все. В этом выпуске 9 человек. Школьница, бывший дипломат, даже фигуристка. У всех равные шансы. Особенно здорово, когда такая мечта одна на двоих. Вечерами был такой мозговой штурм. Придумывали идеи, как снимать стендап, что как снимать. Коллективное творчество, вместе все придумали. Дальше мы бы хотели работать, ну сначала набраться опыта, конечно, а потом купить технику и работать с трингерами. Вот, собственно, как-то так. Главное правило школы всегда можно и нужно найти, за что похвалить. Хорошая операторская работа, интересная тема. Школьница Полина еще в самом начале пути. Я узнала теоретическую часть, получила навыки. Вот именно я узнала профессию изнутри. Что, как, какие-то секреты, какие-то уловки. Вот это было очень интересно. Работа учеников, конечно, не идеальная. Опыта все же маловато. Но это, как говорится, дело практики. И волосики вот сюда, и три четверти, и такой, знаешь, фотосессия. На фоне почвы Горького. Братцы, закалывайте свои волосы, убирайте их куда-нибудь. Член Академии российского телевидения, лауреат национальной премии ТЭФИ и преподаватель учебного центра Нина Зверева выпустила уже немало учеников. Сейчас многие работают и на региональных, и даже на федеральных каналах. Ведь журналистика, наверное, самая подвижная профессия в мире. Не всегда знаешь, где окажешься завтра. Сама Зверева признается, что за два с половиной месяца всему научить невозможно. Но путевку в профессию выпускники точно получат. А дальше все зависит от них самих. Я очень надеюсь, что любимая ННТВ, компания, в которой столько лет работала, с которой я дружу, кого-нибудь из них все-таки приглядит и может быть пригласит хотя бы на стажировку. А потом вдруг эфир, все может быть. Я все надеюсь на это. Журналисты говорят, что одно дело видеть мир и совершенно другое его показывать. Сегодня мы показали их, а может быть завтра они уже сами покажут свои телеработы. Татьяна Ермошина, Варвара Ермакова, Намика Дырлеев, Объективно, ННТВ.